Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Колосиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим третью главу. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога. О Горнем помышляйте, а не о земном. Ибо мы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Такими словами начинает апостол Павел, вернее, продолжает. Начинает третью главу и продолжает обращение к Колосской церкви. И святитель Анзлатоуст по этому поводу замечает следующая цитата. «Видишь мудрость учителя, и куда он немедленно возводит слушающих его, минуя всех ангелов, архангелов, троны, господства, начальства, власти, все те невидимые силы, всех херумивов, серафимов, он устанавливает мысли верных прямо перед самим престолом царя. Посредством этого учения он убедил ходящих по земле освободиться от цепей плоти, взлететь и встать духом перед Господом всех». Конец цитаты. Святитель Анзлатоуст огласит на слова к просвещаемым. Видим, что святитель здесь перечисляет множество служебных духов, о которых мы и говорили с вами в прошлой беседе, херувимы, серафимы, власти, господства, начальства, архангелы, ангелы. Почему так святитель Анзлатоуст, толкуя послания к Колосиным, обращает на это внимание? Снова напомню, мы говорили, по-моему, на вторую или на первую главу, где сказано апостолом Павлом, что «кто бы кто не увлек вас учением человеческим по стихиям мира, а не по Христу». В Халутской церкви действительно было такое увлечение и даже отклонение восповедания веры, что люди стали больше надеяться на ангелов, на архангелов, на какие-то силы небесные, на какое-то саморазвитие природы, и на, может быть, его даже взяв из учения Аристотеля на его эволюционную такую составляющую, и этим сам обжествляя природу, что якобы Бог дал толчок всему, а уже там все пошло само собой. Это так называемая философия деизма, которая существовала уже в то время и была знакома грекам, и в частности в Халутской церкви также. Примерно тому же сегодня учат некоторые приверженцы эволюционизма, которые даже верят в Бога, но говорят о том, что все-таки развитие какое-то есть. Надо сказать прямо, что необходимо здесь этим людям перечитать послание апостола Павла к Колосиным, и лучше всего с толкованием хотя бы свидетелям Златоуста, где, что называется, точки ставятся над «и». Никакого развития, никакого саморазвития Вселенной без Бога, без Его ведома не существует. Поэтому поклонение каким-либо духом или поклонение ангелам помимо Бога или даже саморазвитие Вселенной помимо Бога — это всегда будет ничем иным, как идолопоклонством, о чем апостол Павел скажет и позже, и о чем он часто говорит в своих посланиях. Итак, он говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Поэтому, говорит, помышляйте не о том, что земное, а о Христе, о горнем помышляйте, а не о земном. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда и вы явитесь с ним во славе. Теперь он дает здесь апостол Павел обещание, что будет с тем человеком, который уповает на Бога, а не увлекается сторонними, потусто мещами, которые никак не приводят к человеку главные добродетели, а главный добродетель человека — это покаяние. Потому что без перемены мировоззрения, без покаяния невозможно никаких других добродетелей. Ни веры, ни надежды, и ни высшие добродетели, которые считаются любовь, и смирение, и терпение. Если нет покаяния, все эти добродетели, они просто невозможны. Потому что только покаянием человек дает возможность благодати Божией действовать внутри себя, внутри своих мыслей, внутри своей воли и внутри своих чувств. И об этом апостол напоминает и дает надежду. Он говорит, когда явится Христос, здесь он говорит о втором пришествии, тогда и вы явитесь с ним во славе. Итак, теперь он уже конкретизирует, что необходимо сделать, чтобы быть с Господом восхищенным на небо и для того, чтобы человеку здесь уже на земле начать этот путь. Итак, пишет, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Очень важные здесь слова в шестом стихе на сынов противления. Действительно, ошибаться может каждый, но зачем же упорствовать? Если человек знает о том, что блуд, что всякая страсть, что всякая злая похоть, что любовь к стяжанию, накоплению, это все ведет человека в ад и в царство тьмы, то вместо царства света, которым призван каждый человек, то, зная это и упорствуя, человек сам на себя навлекает гнев. Одно дело, когда человек это делает по недоразумению, а другое дело, когда ищет этому оправдание. Вот за это апостол Павел и говорит, что грядет гнев Божий на сынов противления. Мы видим, что апостол Павел начинает сначала говорить о надежде, о великой надежде и о любви Бога к человеку, показывая первым стихом, что преображенное человеческое естество сидит сейчас во второй ипостаси Святой Троицы в Господе Спасителе нашему Иисусу Христе, «Одесную Бога Отца» — это наивысшее проявление любви, что Бог возвел человека туда, откуда он сниспал их, к чему он был призван в самом начале сотворения его. А теперь, сначала сказал о любви, а теперь говорит о гнею Божьем. Поэтому Бог — это не только любовь и лишь любовь. Бог и гневается. Но его гнев, конечно, не как человеческий гнев. Это гнев Божий. Он всегда совершается из-за любви. Но он есть. В которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших. Выше он говорил о действиях, которые совершаются плотью, а теперь в большей мере говорит о языке. Очень важные слова. То есть о том, что человек согрешает языком. И вот первое мытарство, которое мы будем с вами проходить, это так называемое «за свои слова». Как сказано, каждый ответит не только за свои дела, но и за свои слова. Как апостол Павел призывал в другом послании, никакое гнилое слово, говорит, да не выходит из уст ваших. Поэтому будем наблюдать за тем, что мы говорим, когда мы говорим, зачем. Может быть, иной раз стоит промолчать, а лучше сдержать и гнев, и злобу, и злоречие, а тем более то, о чем здесь говорит апостол Павел, сквернословие. Потому что Господь наш Иисус Христос, Он назван Логосом. Он Слово. И поэтому, когда мы сквернословим, мы оскверняем Его. И оскверняем ту благодать Святого Духа. А потом вот это слово сквернословие, оно еще называется у нас как материться человек. Вот я рассказывал уже эту историю, когда милостью Божией был на святой горе Афон, то один монах в этот вопрос зашел о сквернословии. И он сказал так. «Вся человек, который сквернословит, за него перестает молиться Пресвятая Богородица. Потому что он, этот человек, ругается матери. То есть он матерится. То есть он осквернословивает еще Богородицу. Поэтому будем всегда внимательны и прислушаемся к словам апостола Павла, который предупреждает здесь и колосскую церковь и дает наставление нам с вами. И далее мы читаем, говорит апостол, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись святого человека с делами его». То есть будем помнить, что отец лжи — это дьявол. Дьявол. Если отец правды, любви — это Бог, то отец лжи, порождающий ее, — это дьявол. «И облекитесь, говорит, в нового человека, облекитесь в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Вот что по этому поводу пишет Блаженный Августин. Цитата. «Потому и говорится, созданного по Богу» — Ефесиум 4,24 — «чтобы не считали, что обновление происходит согласно какому-либо творению, а по образу Божию говорится за тем, чтобы понимали, что это обновление происходит там, где есть образ Божий, то есть в уме». Очень важное замечание. Снова напоминаю, наконец, цитата слова преподобного Макария Великого, который так и пишет, что каждый человек имеет предначинание, его ищет Бог. Поэтому человек должен сначала понять, поняв возлюбить, предначать волю. То есть ум — это некий образ Божий, об этом пишет преподобный Анастасий Синаид. Это душа бессмертная, и в этой душе царствующее положение занимает ум. Потому что ум, как сказано, должен быть ваш навыком научен к развлечению добра и зла. Чувства ваши должны быть научены к развлечению добра и зла умом. Поэтому так. И блаженный Августин здесь это замечает, что поэтому обновление происходит там, где образ Божий, то есть в уме. А Слово Божие, сказано, освещает человека, просвещает, что в первую очередь? Человеческий ум. Поэтому человек, считая Слово Божие, впитывая в себе эти образы божественного откровения, читая ситоотеческое наследие, он учит и приучает себя к тому, чтобы, к чему призывает апостол Павел, отложить злобу, злоречие и прочее и стать новым человеком. Чтобы, как он сказал и выше, и с самого начала, в пришествии Христовом мы могли с ним быть восхищены. Там, где он, там и были бы мы. И так пишет «Облекитесь». Да, где нет, он пишет «Облекитесь в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Где нет ни елена, ни иудеи, ни обрезанной, ни обрезанной, ни варвар, ни скифа, раба свободного, но все во всем Христос». Действительно, Христос, если мы говорим вообще о единении и о единстве народа, то настоящее единство, оно может только быть во Христе и со Христом. Никакие там форумы, мы уже это прошли, по-моему, теперь, слава Богу, космополитизма и прочего, там, интернационализма и других различных форум, ведущих там «Светлое будущее» через ГУЛАГи, по-моему, к этому уже возвращаться не стоит. На собственном опте жизни мы поняли, что такое единство, оно приводит только к жестокости человека по отношению к человеку. Итак, пишет далее. «Облекитесь, как избранные, Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрая, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто, на кого имеет жалобу. Как и Христос простил вас, так и вы». Сначала указал на все грехи, которые есть в человеке, потом сказал, что необходимо их отложить, а теперь говорит, во что же одеться. То есть, как бы, человек снимает вот ту старую одежду, блуд, нечистоту, злоречие, сквернословие, и теперь Бог ему предлагает другую, чистую одежду. Как в каком-то послании, сейчас вспомнил на толковании, Светлян Златоуст так и пишет, что Бог нас нашел своим богочеловечеством, как человек нашел какую-то блудницу, которая лежала где-то грязная, вся в помоях, в нечистой одежде, скверная, вся израненная. Бог поднял ее, омыл, излечил раны, исцелил, ввел в чертоги брачные. Вот примерно такой образ, что происходит с человеком грешным. Так и здесь пишет. «Апостол, отложив все, теперь одеться во что? В смиренномудрие, в милосердие, в кротость, в долготерпение. Творя раньше вот эти все дела блудные, теперь призывает творить дела Божьи». Снисходя, вот очень важный, кстати, 13 стих, «снисходя друг ко другу, прощая взаимно». Вот снисхождение, конечно же, как пишет Блаженный Августин, если ты даже чувствуешь, что своей святостью ты дошел до седьмого уже, до третьего неба вознесся, то есть ты видишь, что человек действительно нуждается в том, чтобы ему помочь, не зайди. Забудь ты о всей своей славе, кто-то такой, какой чин, там, и пост ты занимаешь в церкви, там, или, может быть, в светской своей профессии. Если ты видишь, что человек нуждается в твоей помощи, вспомни о том, что Христос ради тебя, царь царей, бог богов, не имеющий нужды ни в чем, снизошел ради человека. Не просто снизошел, чтобы поцарствовать, а снизошел, чтобы пострадать, умертвить ту человеческую, ту смерть, которая вошла в природу человека. И возвести человека, то, о чем апостол Павел сказал, что Христос сидит одесной Бога Отца, вознести человеческую природу в святых. И далее пишет, да, если кто имеет, говорит, жалобу, простите друг друга, как и Христос простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Пишет, облекитесь в любовь. Вот что любовь? Это иногда люди говорят, видя там беззаконие людей, говорят, ну надо все покрывать любовью. Надо все прощать, покрывать любовью. Всегда ли так? И всегда ли это правильно? Думают, что не совсем. Вот с этим не согласен, например, святитель Амбросим Диаланский. Он пишет следующее. Что такое любовь действительно христианская? Это не все дозвольности, не все попущения. И не закрывание глаза, если брат видит своего согрешающего, да, это его дело, пусть он там дальше и погибает. Вот пишет как святитель Амбросим Диаланский, что это такое действительно любовь во Христе? Любовь, пишет он, больше всего. И апостол убеждает, что ей надлежит уделять больше всего внимания. И далее продолжает. И тогда все, что он ранее повелел сохранять, сможет привести к наградам. Если они, теперь внимание, если они пройдут путь закона под предводительством любви. Ведь все совершается разумом, который делает что-то от любви. Конец цитаты. Вот очень важное замечание, пройдут путь закона. То есть не беззаконная любовь, не такая, да, ладно, там, жить как хотите, все попустительство. Нет. Любовь, которая пропущена через понятие закона. Потому как сказано, сам Спаситель говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. То есть признак любви человека к Богу, к ближнему, это соблюдение его святых заповедей. Если мы видим, что любовь наша как-то так отклоняется от заповеди Божией, то надо понять, что это человеческая любовь, душевная, как говорит апостол Павел Бесовская. Итак, более всего, облекитесь в любовь и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. В одном теле, в церкви. Снова апостол Павел, как и в первом главе, 18 стихе, писал об этом. Он есть глава церкви, он начаток первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Да, он глава тела церкви. И здесь напоминает, опять же, это, что мы все как в едином организме. То есть, как он говорит, в едином организме во Христе, в его теле, в его церкви. Церковь, она жива, как живет и человек. Вот каждая клеточка, как апостол Павел говорит, стражит ли один, страдает все тело. Он заусенчик нечаянно на пальце вот оторвал, и уже болит все, и уже не сделаешь все движения, как бы хотелось. Так и в теле Христовом. Один согрешает, все тело стражит. Поэтому, можно сказать, а кто не согрешает? Нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божьей. Это да. Но если человек не прибегает к врачеванию, которое в церкви дается, то, конечно, он приносит страдания и всей церкви, и всему телу. Итак, Слово Христово довселится в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и выразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Видим, что Слово Христово довселяется в вас обильно. Вот это, наверное, то, что сейчас на данном этапе в современном мире сеяние этого обильного слова делает эту замечательную программу, где я имею такую милость Божию принимать участие. Действительно, мы видим с вами, что сколько уже и подписчиков. Это всегда так радостно, и когда видишь ваши комментарии, даже замечания. Очень благодарю, когда есть какие-то замечания. Это все мы, да, люди, и все можем где-то допустить какую-то неточность. Поэтому, но самое главное, что Слово Божие вселяется в нас обильно, как сказано у апостола Павла, со всякой премудростью. И далее он пишет, научайте, вразумляйте друг друга чем? Псалмами, словословиями, духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что делаете, вот это очень важный стих 17-й, все, что делаете, делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Все, что бы ни делали, делайте, как апостол Павел говорит и в другом послании. Все, что бы ни делали, делайте, как будто для Господа делаете. И действительно, вот по этому поводу дает такое наставление святелям Златоуст. Цитата. Если мы будем так поступать, все делать, как для Господа, то там, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого. Ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божия, то есть призывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего, помолившись Богу. Конец цитата. Как есть у святого правдина Иоанна Кронштадтского, тоже такое очень краткое высказывание. Он говорит, ни за какое дело не принимайся, прежде нежели не помолишься без молитвы. И вот 18 стих. Апостол Павел здесь как бы переходит к таким наставлениям, чтобы мы сегодня могли назвать, наверное, социальным служением или вместличностные такие отношения. 18 стих. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите жен своих, и не будьте к ним суровы. Далее. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благогодно Господу. Иногда так в проповедях или в каких-то своих лекционных беседах я произношу, когда касается вопроса этой темы. Говорю, ну как выстраивать семейные отношения? Все достаточно просто. Просто мы, действительно, все достаточно просто, сложно мы не хотим это понимать. Вот мы сами себе делаем и усложняем жизнь. На самом деле, все понятно. Муж, да, понятно, что Христос над всеми нами, Господь наш Иисус Христос. Но муж глава, жена помощница, дети послушники. У меня всегда некоторые, ну не всегда, но бывает, что обвиняют, говорят, ну это домострой. Нет, это не домострой. Это не только домострой, а в принципе, а что плохого в домострое? У него даже название хорошее. Не доморазрушений, а домопострой, домострой. Это вот апостол Павел пишет в посланиях Колосиным, то, что мы сейчас прочитали. То есть, мужья любите своих жен, жены повинуйтесь мужьям, мужья не будьте суровы, дети будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Богу Господу. Отцы не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но и по простоте сердца боясь Бога. Все делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа получите, получите наследие, вы служите Господу, Христу. А кто неправо поступит, тот получит по всей неправде, у кого нет лицеприятия, он говорит о Боге. Вот что по этому поводу пишет тот же свидетель Анна Златоуст, мужья любите жен своих, и не будьте к ним суровы. Цитата. Итак, пишет свидетель Анна Златоуст, любить дело мужей, а уступать дело жен. Потому если всякий будет исполнять свой долг, то все будет крепко. Видя себя любимую, жена будет дружелюбна, а встречая повиновение, муж будет кроток. Энстат. Все просто и действительно очень мудро. Давайте еще раз. Смотрите. Потому если всякий будет исполнять свой долг, то все будет крепко. Видя себя любимой, жена бывает дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток. Действительно так. Я вот так посидел, подумал, а оно действительно правда ведь, точно. Иногда просто мы так, это у нас, конечно, не хватает так выразить, как это выражает свидетель Анна Златоуст. А вот когда вот это читаешь у него, то действительно ты видишь, как кратко, четко, и в общем-то все настолько мудро. Дети пишут, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это было угодно Господу. Любовь к Богу и любовь к родителям. Вот что пишет по этому поводу. Любовь к Богу и любовь к родителям. Среди Кирилл Иерусалимский. Да. Интересно, что сказано, жены, повинуйтесь мужьям своим в Господе. Вот везде это употребляется апостолом Павлом. Почему в Господе? Потому что если муж неверующий, то, конечно, если он будет предлагать какие-то дела, которые не соответствуют заповеди Божьей, тут уже вопрос очень серьезный. Поэтому апостол всегда добавляет в Господе. Если это действительно христианская семья, здесь вообще проблема в отношении укрепления ее, служа взаимно друг другу, вообще никаких проблем нет. И не должно быть. Но, к сожалению, они есть. Поэтому апостол об этом и пишет. Дети, будьте послушны родителям. Да. Вот Кирилл Иерусалимский пишет по этому поводу святитель в огласительных поучениях. Цитата. «Чтя Отца Пренебесного, дочтим отцов наших по плоти, поскольку в законах и в пророках ясно сам Господь заповедовал, почитай отца и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле. Да внимают этой заповеди особенно те из находящихся здесь, которые имеют отцов и матерей. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, опять же, видите, он говорит в Господе. Да. «Ибо сегодня, ибо сего требует справедливость. Господь не сказал просто, кто любит отца или мать, не достоин меня, чтобы ты по недоразумению своему сказанно правильно, а неправильно, понял в превратном смысле, но превосокупил больше меня. Кто любит отца и мать, не достоин меня». То есть, кто любит больше отца и мать, не достоин меня. Помните, это слова, Иван Геет Матфея 10, 37. А почему там Спаситель говорит эти слова? Кто любит отца или мать больше, нежели меня. А здесь говорят, почитайте отца и мать. И здесь святитель Кирилл Саримский хочет сказать, что это не дает право, если их Спаситель говорит, кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня. Это никакого права не дает не почитать своих родителей. Скорее наоборот. Потому что именно любовь к Богу, она научится человека и ребенка правильно относиться к своим родителям. Жертвенную любовью, с послушанием. Да, и действительно с любовью жертвенной, которая показана в образе самого Иисуса Христа. И не только в образе, но и в его жизни как таковой. Итак, мы видим с вами, что далее апостол дает на такое очень хорошее наставление, что отцы не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Вот святитель Иоанн Златоуст опять продолжает. Вот и здесь, цитата, опять подчинение и любовь. Не сказал Павел, любите детей, потому что это было бы лишнее слово. К этому влечет сама природа. А исправил то, что надлежало. Что даже любовь здесь сильнее, так как послушание больше. Ведь нигде не полагает он примером мужа и жены на что. Послушай, что говорит пророк. Как отец милует сынов, так и милует Господь, боящихся его. Псалом Давида, 102, 13 стих, конец цитаты. То есть, есть очевидные такие советы, которые апостол дает и святитель Иоанн Златоуст поясняет. Далее говорится о рабах и слугах, дается такое наставление, и вот есть апостольские постановления, которые дают понимание об этом, об этих, о том, о чем мы здесь прочитали, об этих отношениях между слугами, рабами и господами. Вот что сказано в апостольских наставлениях. Цитата. Наставление рабам и слугам. А о слугах, что скажем мы более, кроме того, что раб должен оказывать благорасположение господину со страхом Божьим, хотя бы тот был нечестивый или злой, но отнюдь не согласие в служении. Но отнюдь не согласие в служении. И господин пусть любит слугу, и хотя он отличен от него, пусть считает его равным себе, поскольку он человек. А кто имеет господина верующего, тот, сохраняя за ним господство, пусть любит его как господина и как единоверца, и как отца. Точно так же и господин, имеющий слугу верующего, сохраняя за ним служение, пусть любит его как сына или как брата по общению с ним в вере. Конец цитаты. То есть, на самом деле, все понятно, все достаточно отрегулировано. Вот то, о чем сказано в послании апостола Павла в третьей главе, Колосиным, с первого по двадцать пятый стих. Здесь, надо сказать, что тема, которая будет в четвертом стихе, она как бы продолжается. Вот первый стих, он прямо так и говорит. То есть, это разделено стихами, но тема эта не разделяется. Сказано, господа, оказывайте рабам должное, справедливое, справедливость, зная, что и вы имеете Господа на небесах. На небесах. И далее, говорится, будьте постоянно в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением. То есть, тема первого стиха, она продолжается, то, о чем мы говорили, и, в общем-то, мы не будем сейчас давать это истолкование, а лучше рассмотрим четвертую главу отдельно. Итак, третья глава нас призывает апостол Павел к тому, что и дает нам надежду, что там, где Христос сидит Богу, одесную Бога Отца, там и будем с Ним, как говорит об этом Спаситель в Евангелии от Матфея в 24 главе, что будем с Ним восхищены на облаке и всегда так вместе с Ним будем. Но чтобы это исполнилось в нашей временной жизни, апостол нам советует отложить все мерзкие дела прежнего ветхого человека, блуд, нечистоту, сквернословие и предлагает облечься в нового человека и владычествовать над, с помощью Божьей, по благодати Божьей, над всеми страстями, которые обревают нас, пока мы находимся и живем в этой земной жизни. Далее даются вот советы, которые мы рассмотрели, отношения между мужем и женой, отношения между родителями и детьми и отношения между слугами и господами. Такая глава, состоящая из, можно сказать, тематически из двух частей, дает нам назидание и дает всякое наставление, чтобы нам возрастать в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе. Иисусе Христе.